Здравствуйте, ребята! Начинаем урок литературного чтения. О чем мы будем говорить на уроке, вы узнаете, посмотрев на иллюстрацию и разгадав загадку. Шайбу здесь вовсю гоняю, и ворота все бросаю. Здесь, на поле, лед везде. Рады мы такой игре. Правильно, хоккей. И тема нашего урока – спортивные игры Олег Нагорнов о хоккее и рыцаре. Сегодня на уроке мы будем отвечать на простые вопросы по содержанию. Формулировать простые вопросы по содержанию литературного произведения. А какие спортивные игры вы знаете? Выполните соответствие картинки и название спортивной игры. Проверьте, справились ли вы с этим заданием. Молодцы! Правильно! Давайте познакомимся с автором произведения Нагорнов Олег Викторович. Многогранный писатель, который пишет классические, фантастические и мистические произведения. Сказки, рассказы, нагвелы. Договорив пословицу, вы узнаете, о чем говорится в рассказе. Трус не играет в хоккей. Правильно! Прослушайте произведение о хоккее и рыцаре. Мама у Ивана знаменитая спортсменка. Она даже была чемпионом страны по гандболу и чуть не выиграла чемпионат мира. Но все испортила неожиданно появившаяся Лизка. И мама, как говорит папа, повесила кроссовки на гвоздь. Но отдать Илзе в спортивную секцию решила именно она. Для выхода лишней энергии. Правда, отвела мама Лизу совсем не на хоккей, а очень даже на фигурное катание. Но через месяц к ним домой пришел тренер и попросил разрешения забрать Илзе Кастинс в свою команду. Катание у девочки феноменальное, говорил он. Но у фигуристов ей скучно. Она уже давно остается с нами потренироваться. С Клюшкой обращается не хуже Марио Линье. У девочки огромное будущее. Ивану тогда еще два года было, так что в разговоре поучаствовать ему не удалось. Да и не помнил он его. Это сама Лизка ему все сто раз пересказывала, особенно напирая на феноменальное и Марио Линье. Мамос, конечно, была на стороне тренера, а папос сопротивлялся до последнего, утверждая, что хоккей – не женское дело. Тут он, конечно, перегнул палку. Говорить в их семье о женских и неженских делах не стоит. Так что вопрос быстро решился в пользу тренера и мамы. К великому восторгу будущей звезды и балтийского хоккея. Когда Ивану исполнилось пять лет, сестра его потащила в секцию. На коньках он уже стоял очень хорошо, но вот катался не очень. Да и не хотелось ему на хоккей в синяках ходить и сумку тяжелую таскать, но вырваться и удрать не удалось. А потом... А потом Иван увидел такое. Ворота хоккейных команд, оказывается, защищают самые настоящие рыцари, как в видеоигре, со щитом, копьем и в настоящем рыцарском шлеме. Мечутся рыцари в воротах и отбивают всем, чем попало, тяжелые черные снаряды. Конечно, потом он узнал, что щит — это блин, копьем называется клюшкой, снаряды — шайбами, а рыцарский шлем — вратарской маской. Но в ту минуту Иван твердо и навсегда решил стать голкипером. И вот уже пять лет они с Илзи ходят на тренировки вместе. Правда, тренируются пока отдельно. Иван еще занимается в средней смешанной группе с другими мальчиками и девочками своего возраста. И у него хорошо получается. Тренер тот самый, забравший у фигуриста флиску, часто хвалит Ивана перед его родителями. Реакция у парня хорошая, двигается, не спит. Вот только росточка бы прибавить, но это дело поправимое. Но это тренер Алиска, тот еще критик, только ругает. Тюхяк ты на коньках, а не вратарь, распекает она брата после тренировок и матчей. Шайбы боишься. Ивана такие речи давно перестал обращать внимание. Злится знаменитый центр-форвард. Вот и наводит поклеп. На прошлой неделе она из десяти попыток ни разу тюхяку не забила. Так что, кто из них, будущая звезда, еще разобраться надо. Вы прослушали рассказ о хоккее «Рыцаре», в котором встречаются незнакомые для вас слова. В произведении, по словам тренера, Лиза обращается с клюшкой не хуже, чем Мария Лемьо, известный канадский хоккеист. Иван называет Лизу критиком, потому что критик – человек, дающий оценку. Следующее. Ребята, поработаем с текстом со страницы 53. Выберите из текста название спортивных секций. Правильно. Гамбол, хоккей, фигурное катание. Найдите и прочитайте в тексте, кем решил стать мальчик. Правильно. Голдкипером. Кто защищает ворота хоккейных команд? Вратарь. Правильно. Почему вратаря называют рыцарем? Молодцы. Потому что вратарь, как и рыцарь, защитник. Какой спортивный инвентарь нужен вратарю? Клюшка, шайба, вратарская маска. Молодцы, ребята. Составьте простые вопросы по содержанию произведения. Наш урок подошел к концу. Оцените свою работу на уроке с помощью рефлексии «Елочка настроения». Я доволен своей работой на уроке. На уроке я работаю неплохо. На уроке мне было трудно. После уроков выполните самостоятельную работу. Вам нужно найти информацию, какие хоккейные и футбольные команды есть в Казахстане. Спасибо за внимание.